Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Я рассказываю в своих видео об улучшении качества жизни. И сегодня мы поговорим о том, как создавать свое настоящее прошлое и будущее. На самом деле люди могут подумать, как же можно создавать прошлое, ведь оно уже создано. А тут такой важный момент, что прошлого, настоящее и будущее, по сути, не существует. То есть мы видим момент сейчас, который распознаем как реальность. И когда мы углубляемся в свое сознание, то мы видим, что прошлое и настоящее и будущее – это просто концепция нашего разума. То есть как мы это видим? Или это уже было как картинка, либо это картинка, которая будет предполагаться. То есть мы о ней еще точности не знаем. Но в то же самое, скажем так, прошлое мы можем посмотреть, и там тоже есть варианты. То есть бывает мы посмотрели, видим это, потом раз, посмотрели, видим совершенно что-то другое. Оно меняется. И тут можно посмотреть на это, как то, что Матрица меняет события прошлого. Об этом уже замечали и писали довольно много и в интернете. Можете посмотреть так называемый эффект Манделлы, когда говорится о том, что он якобы умер в тюрьме, а потом через какое-то длительное время сообщили в новостях, что похороны состоялись обычным образом. То есть он вышел из тюрьмы, стал президентом страны и потом уже его, скажем так, не стало через какое-то более продолжительное время. Таких, ну скажем так, эффектов и заметок достаточно много. И тут можно посмотреть, как меняется вот это, то есть как меняется прошлое. Если можно изменить прошлое, то мы даже в настоящем времени можем не заметить изменений, да, потому что они произошли где-то якобы в прошлом. И тут мы в настоящем смотрим, для нас ничего не поменялось, все как и было. А некоторые люди подмечают, те, которых прошлое другое, они смотрят, а, то у нас же другое прошлое. Вот таким образом, то есть тут нету какого-то одного прошлого для всех. Я тоже общался со своими друзьями, и бывало такое, что мы описывали события прошлого иначе. То есть каждый по-своему. Они были похожи, да, но каждый это видел по-своему. И некоторые моменты у кого-то были, у кого-то отсутствовали. И мы даже не спорили об этом, потому что я уже понимал, что это все можно поменять. И то же самое я делаю в процессинге, то есть практике, когда помогаю человеку углубиться в свое прошлое и найти там те заряды, те случаи, которые у него накопились, и поменять их. То есть не так, как вот, ну, сейчас я говорил, да, что это кто-то меняет. А сам человек с помощью своей осознанности смотрит, что с ним произошло, и меняет события в своем прошлом. Но в основном мы, конечно, работаем с моментами там, где застряло внимание человека. То есть те моменты, на которые он, ну, скажем так, положил свое внимание, да, то есть оно там залипло, и там есть негативный заряд. То есть когда мы этот заряд негативный удаляем, внимание вновь возвращается в настоящее время. И человек начинает жить вот здесь и сейчас, то есть в реальности. Соответственно, чем больше человек в реальности, тем лучше он справляется с жизнью. И, соответственно, его реальность зависит от того, какой он ее создает. То есть потому что, что такое реальность? Это наше сознание. Вот, и у каждого она своя. Опять же таки, это тоже пространство вариантов. То есть это не то, что вот, знаете, одна реальность на всех. Да, мы вроде бы согласны с ней, но все равно каждый видит ее по-своему. Бывает, общаешься с человеком, и он говорит, у меня реальность такая. И все зависит от его эмоционального состояния. То есть если человек, например, в энтузиазме, у него будет все яркое, такое классное, блестящее, радостное. А если человек, например, в горе или в апатии, то у него будет все тусклое, такое серое, темное. Вот, и, соответственно, цель моя, как процессора, как аудитора, поднять человека вверх по эмоциональной шкале, по состоянию. То есть улучшить состояние человека, помочь ему освободиться от груза проблем, которые накопились, и стать более осознанным, счастливым, радостным. То есть понять, откуда у него пришел этот заряд, и помочь ему справиться с ним. То есть убрать те негативные восприятия, которые у него накопились. Вот в этом моя цель, моя миссия. То есть я помогаю людям осознавать себя, улучшать качество жизни и подниматься по шкале тонов, по шагам к полной свободе. То есть полная свобода – это когда ты или я, каждый из нас, может создавать свое пространство, свою реальность, такой, какой он хочет. То есть вот в этом и есть свобода. То есть свобода – это большое пространство. И пространство – это, ну, скажем так, вот я есть как точка зрения, точка наблюдения. И у меня есть определенные якорные точки. Они могут быть большими, маленькими, и они не ограничиваются в физической вселенной. Они могут быть гораздо больше. И вот когда мы делаем процессинг, мы расширяем эти единицы восприятия до, ну, до огромных величин. То есть самое главное – это почувствовать себя свободным человеком. Потому что если ты свободен, то ты можешь делать то, что ты считаешь правильным. Брать ответственность за свою жизнь, принимать верные решения и действовать. Вот. Иногда бывают, случаются какие-то заторы. То есть что-то, решение какое-то не идет, не принимается. Значит, надо посмотреть, что ему мешает. И когда посмотрел, то смотришь и рассоздаешь это. И лучший способ рассоздания – это из всеопределенного состояния. То есть состояние источника, из которого это было создано. Вот. Потому что когда человек создает из состояния источника, то из обычного состояния он может не смочь рассоздать. Поэтому вот в практике тета-хиллинга мы обращаемся к источнику, чтобы он помог нам рассоздать создатель. Но в данной практике, вот процессинге, да, мы понимаем, мы как соединяемся с собой в состоянии источника и рассоздаем это. То есть я, вы, каждый из нас, у каждого есть состояние источника. То есть здесь мы в игре, это наше игровое состояние, состояние источника, оно как вне игры. И мы можем быть соединены с этим состоянием по каналу совести. Совесть – это канал, который дает нам ввести состояние источника. Поэтому, если вы можете соединиться с ним, то вы будете получать то знание, которое нужно вам в данный момент. И это будет как раз ваше исцеление. Вот, я помогаю наладить этот канал с источником в процессинге. То есть мы убираем заряд, соединяйтесь с этим состоянием и улучшайте свое, то есть уходят негативные восприятия, болезни и повышается уровень вибрации, уровень жизни. Давайте посмотрим, как это работает. Сядьте или лягте в удобном месте, закройте глаза и создайте пространство для сессии. Ощутите себя в этом пространстве и свое тело в этом пространстве. Соединитесь с источником, то есть с собой в состоянии источника. Откройте этот канал и посмотрите, есть ли что-то, что мешает вам быть собой, быть в хорошем состоянии, создавать свою реальность. Вот, и определите, что это. Это может быть эмоция, боль, ощущение, картинка, все что угодно. Посмотрите, откуда она приходит. Если это какой-то случай, то двигайтесь, то есть внимание переместите в этот случай и перепроживите его. С полной осознанностью, с полным принятием. Может, один раз, два раза, три раза. Проживайте и воспринимайте, как есть. Когда вы почувствуете, что это состояние ушло, наступило облегчение, то двигайтесь дальше, к следующему случаю, с этим же восприятием. Если облегчение не наступает, то найдите более ранний подобный случай. Вот, если вы работали, например, со злостью, найдите более ранний подобный случай, где была такая же злость и проработайте его тоже один, два, три, пять раз, сколько необходимо. Проходите и воспринимайте, и двигайтесь, пока не почувствуете облегчение и что там больше нет никакого заряда. То есть, когда совсем заряд ушел, то может наступить стирание и появится озарение, то есть, новое понимание жизни. Когда наступило озарение, на этом можно закончить, то есть, это и есть конечное явление процесса. Озарение, хорошие показатели, освобождение или стирание и состояние, то есть, когда вы чувствуете себя хорошо, то есть, когда у вас улучшилось состояние. Это конечное явление процесса. Вот и после того, как закончили, наполните пространство любовью и соединитесь с источником, вот еще раз, и поблагодарите себя в источнике, и себя в игре. Вот, и, соответственно, на этом можно закончить будет сессию. Вот, если остались какие-то вопросы или что-то непонятно, то вы напишите мне в личные сообщения, я расскажу подробнее, сделаю бесплатную консультацию и договоримся, проведем сессию, где я покажу вам, как это работает более в полном объеме и, соответственно, мы справимся с вашим состоянием, то есть, уберем те негативные заряды, которые накопились. Вот, и, конечно же, если вам видео было полезным, понравилось, то ставьте «нравится», подписывайтесь на мой канал, добавляйте в друзья в соцсетях, включите колокольчик, как напоминание о новых видео, и, конечно же, пишите ваши комментарии, поделитесь этим видео с вашими друзьями. Вот, в описании к этому видео все мои контакты, можете добавляться в друзья, писать. Также там две моих книги, это «Мир и вечное опознание» и «Полное исцеление». Можете их почитать и скачать по ссылкам в описании. Также я провожу обучение, это курс «Достоинство и целостность личности» и «Преодоление подъемов и спадов». Курсы «Основы жизни», они помогают человеку справиться с подавлением и убрать те негативные заряды, которые связаны с целостностью, то есть, проступки, утаивания и тому подобное, стать осознанным целостным духовным существом. Вот, если вы хотите обучиться, напишите мне в личные сообщения, я расскажу подробнее об обучении. И провожу программу «Очищение», она состоит из приема витаминов, бега и потения в сауне. То есть, вы очищаете тело от всех токсинов, наркотиков, лекарств, алкоголя и всего такого, что накопилось в теле, что мешает вашему духовному росту. Вот, сейчас на экране появится парочка видео, можете тоже их посмотреть, о том, как изменить судьбу и практика проведения процессинга счастья. Также подписка на мой канал и мой сайт, заходите в гости, буду рад. Будем на сегодня заканчивать, друзья. Я всем желаю счастья, гармонии. Напомню, меня зовут Шевченко Александр, это канал Академии Счастья. И всего доброго, до скорой встречи. Увидимся.